Наша музыка. Наша. У нас помывал наш дорогой музыкант Роберт Ленц. Этот город самый лучший, город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. И мы узнали о том, что он по-настоящему спортивный мужчина. Сноуборд, на самом деле. Я переключился окончательно на него. А на роликах нет уже? На роликах уже надоело. Но я иногда одеваю ролики. Какие маршруты у Роберта Ленца в Москве на роликах? Я по городу не катаюсь. Я катался на поклонке. На поклонке. Это традиционный момент. Теперь-то с плиткой вообще удобно. Вообще классно. Я как-то перестал расти на горных лыжах. То есть я на них катаюсь давно, очень давно, с начала 80-х годов. А уровень перестал расти уже так лет 15-20. Собственно, я встал на сноуборд и понял, что вот, 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 где у меня срывает крышу и где мне есть куда стремиться. Понятно. А вот водными лыжами, как я понимаю, до сих пор увлекаетесь? Вы же кандидат мастера спорта. Я периодически катаюсь и на водных лыжах, и освоил вейкборд, собственно, вот. Что такое вейкборд? Вейкборд – это тоже доска типа водной лыжи, средняя между водной лыжей и сноубордом, так если просто объяснять. Это на тросе за катером? На тросе за катером или за лебедкой можно кататься. Вот любимая песня Роберта Ленца, которую он поет всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Как всегда в нашей группе ВКонтакте определились победители, которым выпала честь задать свой вопрос Роберту Ленцу. Не за горами, но с новогодней праздники, и я хотела бы узнать, как вы планируете их отметить? Сами новогодние праздники? Ну да, вы же не пьете. Нет, почему не пью? Что, говоришь, глупости какие? Я могу выпить. Я даже могу много выпить. Я еще и совершенно не знаю, что будет на Новый год, и будем ли мы выступать, или же, как уже стало такой хорошей традицией, все-таки не выступать на новогоднюю ночь, а проводить ее с друзьями, с семьями. А корпоративы? Вот, по крайней мере, елок, их достаточно и до Нового года. А второго числа елок в горы. Традиционно мы попросили Роберта, чтобы он показал аккорды очень известной песни. Там был еще один такой кусочек. То есть, менялись эти два аккорда перед припевом. Это так, чтобы правильно. Секреты группы Браво раскрыты. Потому что в интернете попадаются такие аккорды, что волосы встанут. Ну а кто будет гостем нашей студии на следующую неделю, увидите в нашем следующем выпуске видеоблога. Павлик, скажи за. Павлик! Планкинг. Это круто. Нажер.